МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Нацпроект 32». Я Александр Новиков. Сегодня поговорим о национальном проекте «Экология», точнее, о его федеральном проекте «Чистая вода». У нас в студии директор Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Олег Андреянов. Олег Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте обсудим, что же это за нацпроект и как он перекликается с теми стратегическими задачами, которые озвучил президент. То, что озвучил президент. Каждый гражданин нашей страны имеет право на гарантированное обеспечение качественным водоснабжением и, в том числе, безопасным предоставлением услуг по водоснабжению. В связи с этим майским указом президента определены стратегические цели и задачи, направленные на реализацию этих мероприятий. Одним из них в рамках национального проекта, как вы сказали, «Экология», является федеральный проект «Чистая вода». Департамент ТЭК и ЖКХ на сегодняшний день является полномоченным органом исполнительной власти, который и будет реализовывать этот проект на территории Брянской области. Олег Владимирович, а есть какая-нибудь статистика, возможно, по нашему региону? Как вообще у нас обстоят дела с водоснабжением жителей? Ну, если брать в целом, то на фоне Российской Федерации показатели Брянской области не самые худшие, будем говорить так. По данным Роспотребнадзора, у нас на сегодняшний день 82% населения в целом по области обеспечены качественными услугами водоснабжения, водоотведения, и в том числе 97% городского населения, тех, кто проживает в городах, обеспечены качественным водоснабжением. В то же время есть целевые показатели, которых мы должны достигнуть к 2024 году. По этим показателям, качество в целом, общее население должно достигнуть 89,5%, и 99,4% это городского населения. Ну, вода, понятно, что это очень важный, но и сложный химический коктейль. Как происходит оценка его качества? По каким критериям? Ну, оценка качества оценивается по результатам бактериологических и минералогических анализов, которые проводит каждое предприятие в рамках своих производственных программ. Эти все программы согласовываются и контролируются Роспотребнадзором, поэтому все основные показатели, в принципе, мы и берем из тех данных, которые представляет Роспотребнадзор, и на этих данных основываются результаты оценки. Ну, давайте попробуем по порядку прямо рассказать. Цели, задачи, финансирование, что будет сделано в нашем регионе в рамках реализации проекта? В рамках реализации национального проекта. Мы берем поэтапно, в том плане, в котором на сегодняшний день разработана дорожная карта, и она основывается на региональном проекте, который утвержден Советом по национальным проектам при губернаторе Брянской области. Значит, до 1 мая, согласно этого нормативного документа, все муниципальные образования Брянской области обязаны были провести инвентаризацию того же, что у них находится на территории муниципальных образований. То есть все сети, все скважины, все водозаборные и водоразборные устройства. Такие мероприятия проведены. Всю эту информацию департамент ТЭК и ЖКХ ввел в национальную базу, которая сегодня находится в ведении Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства по системе реформа ЖКХ. Вот это и будет и та отправная точка, по которой мы все будем работать. То есть здесь эти основные показатели, от которых мы будем отталкиваться в рамках реализации нашего национального проекта на территории Брянской области. Следующий этап, отталкиваясь и опираясь на эти данные, мы начали разработку региональной программы. На сегодняшний день проект этой региональной программы размещен на сайте департамента ТЭК и ЖКХ для общественного обсуждения. Но у нас уже как бы есть первый этап, который мы выбрали те объекты, которые, по нашему мнению, будут нести наиболее положительный эффект для населения Брянской области. Это 10 объектов в 7 муниципальных образованиях Брянской области. Ну, наиболее крупные из них, потому что не буду останавливаться на остальных, это, допустим, водоснабжение населенного пункта Ордонь, пригород Клинцы, хотя входит в Клинцовский городской округ. Там почти 1200 человек населения, которые нуждаются в центральном водоснабжении. Это довольно-таки большое количество. И водоснабжение населенного пункта города Унеча. Здесь залинейные части, так называемые. Здесь строительство и станции второго подъема, и водопроводных сетей. Подключение почти 4,5 тысячи абонентов. То есть, понимаете, что это очень важно. Столько лет люди уже в 21 веке не имели централизованного водоснабжения. И это не маленькие деревни. Это же все-таки одни из крупнейших городов Брянской области. А что касается денег, ведь работы, понятное дело, будут потребовать больших финансовых вложений. Как они будут финансироваться, из каких источников? Ну, таких бюджетных вливаний в эту сферу, конечно, уже не было давно. И, наверное, вот только благодаря этим национальным проектам мы сегодня понимаем, что в Брянскую область по бюджету 2019 года поступит 58 миллионов рублей на реализацию вот этих мероприятий. А всего в целом на реализацию национального проекта до 2024 года – это 1,8 миллиарда рублей. То есть, ну, это колоссальные средства, которые, безусловно, надо потратить с наибольшей пользой для жителей Брянской области. – Олег Владимирович, такой вопрос. А планируется ли в рамках реализации этого проекта замена непосредственно старых труб? Ведь во многом вода-то становится ржавой, неприятной на вкус именно из-за того, что этим трубам уже по 70-80 лет. Ну, вот я в своем выступлении сказал, что мы провели анализ и инвентаризацию всего того имущества, которое есть у нас на сегодняшний день в Брянской области по обеспечению водоснабжения населением. К сожалению, да, есть проблема, и она серьезная. Это касается старых, ветхих труб. Большей частью, к сожалению, еще есть трубопроводы, которые выполнены даже из асбестцементных труб, как так называемые, да, которые вообще на сегодняшний день запрещены к эксплуатации. И таких, на удивление, оказалось, ну, больше сотни километров на территории всей Брянской области. Поэтому вот они в первую очередь и будут подлежать замене. Ну, согласно рекомендации методическим, которые разработал Минстрой России, до 30% средств может быть направлено на замену именно вот ветхих сетей, которые уже износились, которые не соответствуют тем требованиям, которые есть на сегодняшний день по санитарно-гигиеническим показателям. Олег Владимирович, ну и последний вопрос. Какие еще ведомства будут подключены к этой работе? Возможно, потребуется помощь ли научного сообщества? Ну, первое, то, что я отметил, это, безусловно, Роспотребнадзор, потому что здесь в тесном взаимодействии мы будем работать. Что касается научного сообщества, то и здесь нам без науки никуда не обойтись, потому что, ну, есть уже наглядные примеры, ту работу, которую мы проводили в рамках регионального проекта, который был утвержден губернатором Брянской области «Чистая вода». Мы на протяжении вот последних трех лет занимались этим вопросом исключительно за счет регионального финансирования по инициативе Александра Васильевича. За эти годы было, ну, заменено почти 80 километров сетей, построено более 26 объектов водоснабжения, скважины, башни и обеспечено водой почти 70 тысяч населения. Поэтому в этом плане мы и будем дальше двигаться, основываясь на те мероприятия, которые проводили. В частности, нам очень серьезно в этом вопросе помогал и раньше наш Битмен, теперь Брянский государственный университет, да, так он называется, Брянская академия инженерно-технологическая. Поэтому в тесном сотрудничестве с этими учреждениями и дальше будем работать. Ну что, желаю вам успешной реализации этого проекта, ну, а нам, наверное, придется набраться терпения на 5 лет и ждать улучшения качества нашей воды. Ну, не на 5 лет, а поэтапно каждый год мы будем видеть результаты этой работы. Большое спасибо вам за это интервью. Сегодня в студии программы «Нацпроект-32» был директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов. Спасибо вам за внимание. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин